друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж на этой неделе у нас остался по сути последний рывок нужно закрывать те посылы как бы информационные фундаментальные которые мы транслировали всю неделю нужно отрабатывать по тем инструментам за которыми мы следили спокойно уходить на выходные друзья следующей неделе это новый бой новые возможности большое количество новостей я как и всегда буду с вами держать руку на пульсе следить за всем самым интересным и традиционно буду рассказывать о самом стоящем фундаментальном афоне что у нас в моменте друзья касательно рынка нефти 62 50 мы следим за брендом потому что очень интересный сейчас форс-мажорный фон а связанный с тем что заблокирован по-прежнему советский канал вроде бы как есть альтернативный маршрут и я честно говоря совсем глубоко эту тему не изучал но видел очень много видео материала где очевидно что огромное количество судов все-таки сейчас выстроились и в очередь это самое настоящая танкерная пробка больше 200 судов сейчас находится в этой пробке все ждут прилива возможно это воскресенье понедельник когда появятся физические и более-менее естественные возможности чтобы снять это судно с мели на данном этапе друзья можно точно сказать что существенно пострадали глобальные поставки углеводородов через советский канал если мне не изменяет память я проходит практически 20 процентов всего морского оборота всех морских перевозок углеводородов и в этой пробке которая только что сказал сейчас находится танкеры на борту которых от 15 до 20 миллионов баррелей нефти это астрономические цифры это серьезнейшие убытки друзья если кому интересно загуглить эту тему сейчас речь идет о убытках больше чем в 100 миллиардов долларов для всех компаний перевозчиков там для а страховых и так далее на этом фоне нефть смотрится довольно неплохо а в плане роста конечно же вероятно основной рост но уже ранее отработали но это очень хорошая база чтобы поддерживать котировки и дальше до следующей недели когда состоится заседание опек за которым мы также следим поскольку сейчас все чаще звучат разговоры а третью волне к вида новых ограничениях и локдаунах я думаю то что страна опек безусловно поступит правильно и не станут сейчас еще больше мутить воду увеличивать предложение создавая дополнительный риск для на более-менее какого-то подобия состояния баланса между спросом и на предложение поэтому не будет решения по росту предложения будет правильная логичная может быть немного вялая но скорее положительная реакция которая нам и нужна потому что бренд и wti друзья это в приоритете длинные позиции ставку по бренду я надеюсь вы помните это ожидание роста выше 65 в район даже 70 долларов а за на баррель ну а там будет видно посмотрим как мировая экономика будет справляться последствиями к вида посмотрим что произойдет с третьей волной хим коронавирусной инфекцией и с действиями которые неизбежно последуют дальше со стороны государства в ответ на распространение инфекции кстати говоря вчера как вы знаете начался очередной саммит европейского союза и по словам меркель канцлера германии президента франции макрона и главы еврокомиссии урсула берляйн они констатировали факт стопроцентного неопровержимого на подтверждение как бы того что сейчас речь идет реально о третьей волне поэтому те ограничения которые последовали во франции в германии в италии это вероятно друзья только начало я не хочу сгущать тучи я не хочу добавлять негатива опять же в этот информационный фон но все-таки есть то что есть не отступает к вид и для тех кто все-таки а смотрит на перспективу мировой экономики через призму опять же а к вида эти эксперты аналитики не могут сейчас поставить на то что мировая экономика сможет быстро восстановиться потому что риск негативного влияния именно локдаун ограничений он значителен и все то что удалось набрать мировой экономики в плане экономического роста при ухудшении педагогической ситуации все это может откатиться назад ну ладно если это произойдет мы конечно же вернемся к этому пока не будем транслировать негатив и как я уже ранее отмечал давайте все-таки займем позицию людей которые считают что стакан наполовину полон нежелепный опуст индекс доллара 92 78 я тактически медведь по этому инструменту поэтому жду средней долгосрочной коррекции вчера вышел блок статистики по штатам кстати говоря он меня удивило не только меня после провальных релизов по рознице по промышленному производству по заказам товара длительного пользования увидеть довольно неплохой отчет по рынку труда было конечно же странно но опять же 684 тысяч новых обращений со 781 тысячи не будем слишком полагаться на позитив потому что все лишь один из множества отчетов посмотрим как будут обстоят дела дальше тем более что релиз по первичным заявкам он выходит фактически каждую неделю сегодня личные доходы и личные расходы вот этот блок данных будет еще как бы одним статистическим блоком важным в понимании общего состояния американской экономики годовые данные по ввп это оценка четвертого квартала да конечно же в эти цифры не входят вот эти негативные компоненты стат данных которые мы разбирали ранее по рознице по промышленному производству по заказам товара длительного пользования но вот все вот эти отчеты должны будут косвенно или даже напрямую повлиять на релизы по личным доходам личным расходом которые мы увидим сегодня потому что это как раз месячная статистика я не питаю особых иллюзий думаю что данные разочаруют да и в целом я продолжаю отстаивать позицию того что предположение о том что американская экономика сможет показать самые достойные темпы экономического роста и прогнозы этого они несколько преувеличены я оставляю в качестве основных аргументов для своей позиции продажи доллара мягкую экономическую политику меры экономического стимулирования новые раунды стимулов которые не за горами тем более что а байден накануне дал понять что а пакет на 3 триллиона долларов это реальные действия которые могут последовать самое ближайшее время ну и в целом по основному блоку статистики я не вижу еще достойного доказательства подтверждения того что американская экономика растет поэтому не хочу строить на этом на слабых данных идею рост американского доллара золото 1727 топчется там же где и неделю назад в районе 1730 ждем восстановление европейская валюта снижается ставка на коррекцию остается в приоритете на снижение ну пусть и незначительная цель 117 она по-прежнему актуальна смотрим на индекс рыночных настроений которые указывают на то что по-прежнему существенно преобладают покупки делаем вывод о том что скорее всего реальный рынок пойдет по пути не меньшего сопротивления там где собрано небольшое количество ордеров на продажу то есть сто процентов просядет меркель напомню еще раз признала не только третью волну ковида но и то что последовавшие ограничения до 18 апреля они знак равно потери целого квартала для германской экономики и экономика германии очень сильно потеряет в рамках 21 года и того восстановления на которые ранее рассчитывали ждать сейчас не приходится фунт против доллара сторонний наблюдатель пока хотя в целом считаю что на долгосрок при снижении курса доллара у британца будут шансы восстановиться но по фунту сейчас там есть локальный интересный фундамент связанный с потенциальными запретами европейского союза на поставки вакцины на территории великобритании я думаю что на следующей неделе эту тему обсудим фондовый рынок растет друзья я в лангах по снп и nasdaq ум снп 3916 пунктов nasdaq 12851 пункта снп заветная цель 4000 пунктов я пока до нее не доберусь друзья не откажусь от ланга и большое спасибо байден за то что он еще раз подлил масло в огонь акцентом на новый пакет экономического стимулирования который будет воздухом для тех кто ставит на дальнейший рост американской фондовой секции на этом собственно все хорошей и торговой сессии и до понедельника всем пока